Давайте я вам покажу Хвалынское море. Вот она, красотища местная. Сейчас полностью спутал, сбывает меня. В общем, если бы я не знала, что я нахожусь на Волге, я бы решила, что я реально нахожусь на море. Это Хвалынск. Город-курорт, где есть горнолыжка, где есть какие-то термы, и где есть, представляете, море. Ну, это не море, это, конечно, Волга. Я не знаю, это водохранилище или сама река Волга. Но, тем не менее, вот как выглядит примерный городок. Если смотреть в его сторону, он такой очень небольшой, малоэтажный. Хотя, вот видите, какое красивое здание есть. Мы здесь пристроились в гостинице Серебряный век. То есть, не знаю, что это новодел или что-то старое, но очень местечко приятное. Внутри не были, не можем сказать, но имейте в виду. Но, поскольку это город-курорт, я что-то предполагаю, что здесь, конечно, не самое, может быть, все дешевое. Но, ну, море мне очень нравится. И посмотрите, мало того, что это водохранилище, так сказать, еще и вот такая чудесная волна. И, конечно, по-настоящему, все по-морскому. Но, судя по тому, какой парабет, наверное, здесь все-таки не купаются. По нему очень сложно спускаться на купание. Так что, не знаю, есть ли здесь где-то пляжи для поплавать. Прикажу тебе, не может не быть пляжей для поплавания. А еще, смотрите, поудивительно. А, в принципе, здесь, да, горная скальная выступы есть. Хотел сказать, что здесь камни. То есть, если это река, то обычно бывает песок. Но, пока мы ехали, мы, в принципе, видели даже эти, в общем-то, большие горы. Довольно высокие горы получаются. И, соответственно, у нас, значит, есть. Ой, как холодно, ребята. Меня сдувает сейчас май. Май. Почему-то очень холодно. Нынче холодный год. 2022. Число, наверное, 5-6. Я точно не буду. В общем, филы спусты. Я за мохом, и девчонки куда-то прокрали. Я, наверное, пришла в машину. Надеюсь, они догадаются вернуться сюда. И, ребята, очень серьезно. О, вот же, что мой. Какой ужас.